Еще свеж в памяти недавний пожар на пересечении улиц Самарской и Льва Толстого. 30 июня без жилья едва не остались несколько семей. По данным спасателей, причиной возгорания стала неисправная электропроводка в кафе, что на цокольном этаже здания. Жильцам деревянных домов специалисты рекомендуют обращать повышенное внимание на проводку и в случае неисправности немедленно ее устранить. Если даже, например, при обходе выявляется, что в зоне собственника есть нарушение. То есть мы выдаем приписание собственнику на то, чтобы он собственными силами устранял в избежании пожара. А вот за состоянием электропроводки, которая идет по фасаду здания и в подъездах, должны следить управляющие компании. Раз в полгода проверяется каждый дом. Но если ситуация аварийная, жильцы вправе сами обратиться к коммунальщикам. Те, в свою очередь, отреагировать должны немедленно. Это там, где недопустимо, скажем так, нарушена изоляция на фасадах жилых домов, которые деревянные. Это там, где непосредственно, значит, уже есть места, скажем так, искрения в местах контакта. Эти места, значит, прошли, то есть весь этот фонд мы прошли. Определили, значит, наиболее, скажем так, плачевное состояние, где необходимо срочно принять меры. Разработали сейчас план мероприятий и управляющая компания, значит, сейчас будет проходить, значит, непосредственно по этим местам и устранять данные замечания. Всего в историческом центре города, а это в основном Ленинский и Самарский районы, около 2000 жилых домов, где необходим ремонт или полная замена электропроводки. В 160 зданиях работы решено провести немедленно. Павел Баймаков, Григорий Плешаков. События.